Защищённое помещение на фрегате, откуда осуществляется управление всеми комплексами и системами корабля, это главный командный пункт. И снимать нам разрешили здесь только с определённых ракурсов. Вы находитесь на главном командном пункте корабля, отсюда происходит управление кораблём. При переводе управления с ходового командного пункта, соответственно, на главный командный пункт для применения оружия и управления кораблём. Здесь располагается БИЦ, боевой информационный центр корабля. Производится контроль за местоположением корабля, надводная, воздушная и подводная обстановка. БИЦ – это только часть главного командного пункта. Рядом располагается рулевой пост, отсюда идёт управление кораблём. Дальше командный пункт разведки и радиоэлектронной борьбы. С его помощью обнаруживаются и подлетающие, и подплывающие цели. Отсюда ставят и активные помехи, чтобы свести с ума, например, залётные дроны. Следующий, уже знакомый нам командный пункт ракетно-артиллерийской боевой части, он же БЧ-2. Отсюда производится применение ракетного и артиллерийского оружия. Братья по оружию. Командный пункт миноторпедной боевой части, БЧ-3. Отсюда идёт постановка мин, пуск торпед и антиторпед противолодочного комплекса «Пакет-НК». А это командный пункт штурманского его части. Здесь прокладывают маршрут. Идёт третий день движения по маршруту. Море кажется спокойным, умиротворяющим, но расслабляться нельзя. Мы тут не одни. За нами давно следит норвежский разведывательный корабль «Мориата». Мы попросили вывести «Мориату» на экран монитора. Мы находимся сейчас в нейтральных водах. Да, мы сейчас находимся в нейтральных водах. Непосредственно слежение за нами осуществляет корабль ВМС Норвегии. Сейчас у нас ведётся интенсивная подготовка, боевая подготовка в море. Поэтому этот корабль – неотъемлемая часть сопровождения всех наших кораблей. Внешне «Мориата» похожа на облепленный пузырями пассажирский лайнер. На самом деле эти ёмкости скрывают мощнейшее разведывательное оборудование. Цель «Скандинава» – собрать максимум информации о российском фрегате. Впрочем, это желание обоюдное. Мы за ним смотрим, он за нами смотрит, и в принципе, это нормально. Да, мы сейчас находимся в нейтральных водах, и в принципе, это нормально. Все выходы в море российские корабли, как раз осуществляют свежение, как раз этот корабль. Они когда-нибудь вообще возвращаются домой? Очень редко, он ставится на регламентную неделю, а потом обратно. НАТО все уже встречались и с Горшковым, и с Касатоновым, но фрегат-адмирал «Головко» они видят впервые. Сейчас разведчики «Мориаты» снимают электромагнитный контур российского корабля. Но «Головко» будто не обращает внимания на иностранца. У нашего фрегата тренировочный норматив еще не завершен. Итак, мы уже расстреляли условные мины из пулемета, из скоростного палаша, превратили в мелкую стружку условные вражеские дроны, накрыли 130-мм залпами морские цели. Теперь черед нового акта боевых учений – ракетных залпов. Новая задача на сегодня, и снова работа по реальным целям. В сторону корабля на высоте 1000 метров со скоростью 60 метров в секунду летят два вражеских БПЛА, роль которых исполняют БПЛА-мишени под названием «Адъютант». Задача максимум – двумя ракетами полимент «Редут» поразить два вражеских беспилотника. Наблюдаем. Комплекс «Адъютант» – это набор воздушных селей. О нем военная приемка уже рассказывала. На нас летит самая скоростная из всех мишеней «Адъютанта», способная разгоняться до 500 км в час. Чтобы справиться с этой ракетой по лошу, не хватит дальности. 130-мм пушки, скорострельности. Это значит, что теперь...